Привет, с вами Каска. В этом небольшом ролике я вам покажу, каким расширением для браузеров можно заменить VPN. Большинство сайтов, а также картинки в сообществе на ютубе, я уже и забыл, что это такое. Ведь настолько лень сделать два клика и включить этот грёбаный VPN. А то расширение, которое скинули мне мои подписчики, я был приятно удивлён. Это полноценная замена VPN, правда, только для браузеров, причём любого. Но для того, чтобы сделать баланс, так сказать, уравнять силы, чуть позже покажу сайт и настройку подключения к открытому VPN без программ. У себя в телеграм-канале и на дискорд-сервере я опубликовал этот обход блокировок рунета примерно месяц назад. Поэтому можете подписаться, чтобы следить за актуалочкой. Все ссылки будут в описании. Большой палец вверх и подписка на канал приветствуется. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Начнём с расширения обхода блокировок рунета. Что-то такое и как он работает. Если сказать кратко и понятным языком, при подключении на те сайты, которые заблокированы в РФ, подрубается автоматический скрипт и даёт нам, так сказать, доступ. То есть, Patreon будет работать, Rootracker будет работать, картинки в YouTube и на других сайтах будут прогружаться, Insta будет работать и многое другое. Самое главное, что без нашего вмешательства. Если мы перейдём, допустим, на vk.com, там где не требуется его вмешательство, он не будет включаться и резать нам скорость, как, допустим, при работе с VPN. А только на тех сайтах, где это потребуется. Это можно понять по циферкам на расширении. Вот так он выглядит, когда всё нормально, всё стабильно, а уже вот так пишет количество обхода. С этим, я думаю, разобрались. Будут вопросы, пишите в комментариях. А теперь перейдём к установке и настройке этого расширения. В своём браузере, который мы пользуемся, пишем в поиске. Обход блокировок рунета. Нажимаем установить. Установить расширение. Я тут ничего не мил, просто нажимаем готово. По сути всё. Пак скрипт на антизапрет у нас установлен. Если нужно будет отключить на время, просто ставим галочку на отключить. Пользуемся скриптом и наслаждаемся. Для меня лично это расширение сейчас лучше всех остальных. Супер удобно, рекомендую. А теперь переходим ко второй части этого ролика. Как вы поняли, это расширение работает только в браузерах. Если вдруг нам потребуется VPN на компуктере, допустим, залогиниться в EA Games для того, чтобы поиграть в Battlefield 2042, загрузить какую-нибудь программу, ту же самую даст студию и многое другое. На Windows 10 переходим в сеть и интернет. Ищем вкладку VPN и добавить VPN подключение. На Windows 11 то же самое. Сеть и интернет, вкладка VPN, добавить VPN. Нам понадобится сайт, который предоставляет открытый доступ к серверам. Пишем VPNgate.net. Зайти на него можно будет только с VPN. Расширение обхода блокировок урнета иногда может тупить и не всегда прогружать некоторые сайты. К примеру, с утра VPNgate у меня не открывался, а ближе к вечеру заработал. Это касается тех сайтов, которые не очень популярны. Тот же Patreon или Insta работают постоянно и без проблем. В общем, зайдя на сайт, нас встречают страны, адрес сервера и само подключение. Везде галочки можете отключать, кроме L2TP. Листаем и ищем сервер, который нам понадобится, либо тот, который будет работать. Возьмем как пример Германию. Копируем имя подключения и вставляем в настройках. Далее, имя или адрес сервера. Нажимаем на L2TP, connect, grid. И здесь мы видим имя, пароль и ключ VPN. Вроде как на всех серверах он не меняется, всегда VPN. В любом случае, на всякий случай проверяем. Тип подключения L2TP. С общим ключом пишем VPN. Маленькими буквами. Имя пользователя и пароль тоже VPN. Ставим галочку и запомнить мои данные для входа. И нажимаем сохранить. У нас появляется VPN подключение. Как только оно нам понадобится, нажимаем просто подключиться. Буквально пару секунд и VPN у нас активирован. Да, что-то загрузить навряд ли получится, потому что скорость ужасная. Я его использую только в том случае, когда мне нужно подключиться к серверам на своем ПК. Но для совсем прохаванных, можете попробовать разобраться в Goodbye DPI. Ссылочку на гитхаб самой программы, а также его настройку я оставлю в описании. Может быть, если будет интересно, как-нибудь запилю гайд. Но это не точно. А пока только поделюсь инфой для энтузиастов, кто любит поковыряться и пошарить в таких вот программах. Как-то так. Если ролик показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Как говорится, до скорых встреч. Меч.